Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня, не сегодня, вчера, начался шестой по счету форум, Восточный экономический форум. И я думаю, что он твердо занял свое достойное место в календаре, в международном календаре мероприятий подобного рода. И это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие в Владивосток, и для нас, для российского бизнеса и представителей различных уровней власти. Очень полезное мероприятие, поскольку позволяет нам проанализировать то, что сделано в регионе, в огромном регионе России, Дальневосточном, за предыдущее время, и наметить совместно, причем, что очень важно, наметить какие-то совместные шаги по развитию региона. Это важно для людей здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что она способна, ну а для бизнеса, для того, чтобы начать, либо продолжить интересные, перспективные проекты, которые, надеюсь, для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем, в самом лучшем смысле этого слова амбиции, и приносят прибыль, что немаловажно. Я знаю, что вы уже вчера начали эту работу, и, открытно говоря, сам для себя поставил такую задачу на нашей встрече, от вас получить максимальную информацию о том, как проходила эта работа за вчерашний день. Просил бы вас меня сориентировать по наиболее важным и интересным проблемам, которые вами обсуждали. Ну, конечно, со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы удовлетворить и ваш интерес к тем вопросам, которые вчера обсуждались и которые вы хотели бы обсудить и на данной встрече. Но мне бы, честно говоря, нужна была бы ваша поддержка сейчас для того, чтобы вы сориентировали по поводу того, что вам представляется наиболее важным, наиболее интересным, перспективным для дальнейшей работы на форуме в целом. Давайте начнем. У нас даже есть здесь перечень выступающих. Ну, мне бы хотелось, чтобы мы, честно говоря, так без особой бюрокрачности провели нашу сегодняшнюю встречу. Но, тем не менее, не могу не предоставить слово Юрию Петровичу Трутьеву, который был вдохновителем, так сказать, и, можно сказать, в известной степени автором идеи проведения подобных форумов. Пожалуйста, Юрий Петрович. Владимир Владимирович, спасибо. Вдохновителем у нас были вы, а я только исполнительный. Хорошо. Владимир Владимирович, форум продолжает свою работу. На всех площадках форума, их 104, продолжается обсуждение жизненно важных для развития Дальнего Востока тем 60 сессий уже состоялось. На встрече с вами присутствуют руководители ключевых сессий. С вашего разрешения просил бы предоставить им слово для доклада о том, что предлагают участники сессии, что предлагается по вопросам развития Дальнего Востока. Хорошо. Пожалуйста. Владимир Владимирович, Солодов, пожалуйста. Камчатка. Уважаемый Владимир Владимирович, в центре обсуждения на Восточном экономическом форуме традиционно находятся вопросы привлечения инвестиций на Дальний Восток. Поэтому разрешите поделиться результатами сессии конкуренции за инвестиции, как в этой конкуренции победить Дальнего Востока. Благодаря тем преференциальным режимам, которые работают на Дальнем Востоке и вашей, Владимир Владимирович, поддержке, нам удалось создать конкурентоспособный режим для инвестиций. Причем конкурентоспособный не только в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это голос инвесторов, участников той сессии, которую я модерировал, которые поверили в инвестиционные возможности Дальнего Востока и уже запустили предприятия, в первую очередь в обрабатывающих отраслях. Участники сессии отмечают, что экономика на Дальнем Востоке растет быстрее других регионов России, в первую очередь за счет скорости реализации и запуска новых проектов. Но время диктует новые вызовы. Инвестиции – это конкурентное поле, поэтому разрешите озвучить основные предложения участников сессии. Первое. Участники отмечают, что в целом можно говорить о позитивных сдвигах в деловом климате на Дальнем Востоке. И объективный прогресс здесь подтвержден рейтингом инвестиционной привлекательности. В рейтинге 2021 года лидерами стали Сахалинскую область, Республика Саха-Якутия, Камчатский край. На примере Камчатки буквально коротко хотел проиллюстрировать, что это означает на практике для предпринимателей. Регистрация прав собственности ускорилась в 4 раза до 5 дней за последние 3 года. Постановка на кадастровый учет участков сократилась в 2 раза, а подключение к электросетям также в 2 раза с 68 до 29 дней. Таким образом, ваше поручение, Владимир Владимирович, исполняется по улучшению инвестиционного климата. Инвестиции сегодня это подтверждают. Большой позитив у участников сессии также вызвало ваше недавнее поручение о продлении моратория на плановые проверки для малого и среднего бизнеса. За время пандемии эта мера показала свою высокую эффективность и поддержала малый бизнес на Дальнем Востоке. По итогу мы попросили, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность для Дальнего Востока расширить эту меру и закрепить такое решение на 5 лет для малых предприятий, которые являются резидентами ТОР. Речь идет о плановых проверках. Второе. Многие обрабатывающие производства на Дальнем Востоке ориентированы, безусловно, на экспорт. Но здесь сдерживающим профактором проблемы остается развитие транспортных коридоров, особенно наземных, остающихся во многом бутылочным горлышком. Гигантские очереди, отсутствие необходимой пограничной инфраструктуры – все эти проблемы фиксировали участники сессии. Большой оптимин связывают инвесторы с развитием новых транспортных коридоров, в первую очередь Северного морского пути. И Камчатка здесь, безусловно, может сыграть ключевую роль как центр концентрации транзитных грузов со всего региона и перегрузки на суда ледового класса. Третье. Ключевую роль в привлечении инвесторов играют сегодня режим территории опережающего развития. Он, помимо налоговых преференций, позволяет осуществлять государственную поддержку в развитии инфраструктуры. При принятии решений ориентиром для нас служит коэффициент 1 к 10. То есть на 1 рубль бюджетных средств должно приходиться не менее 10 рублей частных инвестиций. Важно, по мнению участников сессии, сделать эту меру максимально доступной. И то снижение порога, о котором Юрий Петрович Трутнев уже докладывал вам, Владимир Владимирович, участники сессии глубоко поддерживают и просили бы рассмотреть возможность снижения до 500 тысяч порогового значения, чтобы держать максимально открытыми ворота для наших инвесторов. Кроме того, хочу подчеркнуть, что инвесторы готовы и самостоятельно инвестировать в инфраструктуру при условии гарантированного возврата части средств со стороны государства. Если мы сможем распространить принцип кэшбэка на такой автоматический возврат, то мы могли бы ускорить позитивный эффект. При вашей поддержке, Владимир Владимирович, готовы более подробно проработать. Ориентируемся на то, что до 10% от общего объема инвестиций может составить такой инвестиционный кэшбэк для инвесторов. И последнее. Ключевой потребностью на Дальнем Востоке сегодня остается доступное заемное финансирование. И здесь два момента, на которые участники сессии особое внимание обращали, касаются особенностей Дальнего Востока. Первое – это особенности проектного финансирования. В соответствии с требованиями Центрального банка для проектного финансирования, то есть для тех новых проектов, которые предполагают строительство объектов капитального строительства, предполагается повышенное использование капитала банка. 1,3 коэффициент по сравнению с единичкой для стандартного кредитования. Предполагается, что если мы для Дальнего Востока сможем уравнять принципы проектного финансирования, требования к нему, к стандартному кредитованию, то здесь, на Дальнем Востоке, это даст толчок к привлечению кредитов в новые проекты, в гринфилды так называемые. И еще одна особенность связана с тем, что при оценке качества проектов используется такая стандартная методика, по которой, к сожалению, объективные особенности Дальнего Востока, удаленность, логистические трудности, низкая плотность населения, приводят к тому, что стандартный инвестиционный проект на Дальнем Востоке получает оценку на троечку. И требует резервирования на уровне до 35% от общего объема. Это существенно ограничивает желание, мотивацию банков кредитовать проекты на Дальнем Востоке. Мы вместе с участниками сессии хотим внести предложение о том, чтобы ограничить верхнюю планку резервов 10%, а оставшиеся 25% покрывать за счет фунда страхования инвестиционных проектов, который может быть создан на основе институтов развития и Министерства по развитию Дальнего Востока. При вашей поддержке, Владимир Владимирович, готовы подробные предложения представить. По предварительным расчетам, размер фонда составит не более 1 миллиарда ежегодно и позволит сдвинуть серьезно доступность кредитного финансирования для проектов на Дальнем Востоке. Уважаемый Владимир Владимирович, принятие этих решений поддержка позволит нам оставаться глобально конкурентоспособными и подтвердить ту роль, которую Дальний Восток уже играет в последние годы. Мы опробируем передовые решения по привлечению инвестиций, и затем часть из них, которые показывают свою эффективность, распространяются уже на другие регионы. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Мне кажется, я еще что-то скажу по этому поводу. Предложения продуманные, интересные, и чувствуется, что не только участники сессии, но и вы сами сформулировали их, исходя из той практической работы, которой вы занимаетесь. Тем не менее, я попрошу министра финансов Антона Германова высказаться по поводу тех предложений, которые вы сейчас сформулировали. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Действительно, предложения мы видели, но есть ряд соображений по ним. Первое. По мораторию на пять лет по проверкам МСП. Действительно, Владимир Викторович сказал о том, что недавно вы приняли решение о продлении на год. Пятилетний период достаточно, с точки зрения сроков, представляется существенным. Почему? Потому что налоговая служба или казначейство выходит на проверки не так часто, но на то они и проверяют, чтобы, что называется, карась не дремал. Потому что, чего бояться добросовестным налогоплательщикам или добросовестным участникам ТАССЭРа. Потому что недавно у нас была проверка казначейства, выявили определенное несоответствие заявленным, предположим, участникам ТАССЭРа по инвестиционным своим вложениям, тем фактическим инвестициям, которые те или иные предприятия вкладывали. Почему бы это не проверить, если предприятия выполняют все обязательства, ну и нечего бояться тогда. Просто пятилетний срок, на наш взгляд, представляется достаточно большой. Что касается налоговых проверок, мы тоже посмотрели. Каждый год налоговая служба сокращает количество выездных проверок. Я даже приведу данные. В 2018 году всего таких проверок в ДФО было 600, в 2019 – 450, а в 2020 – всего 300 проверок. И доля проверяемых лиц составляет 0,1%. 0,1% – это вообще несущественно. Поэтому мне кажется, что совсем говорить, что мы не будем интересоваться, а что там происходит, выполняют ли участники ТАССЭРа свои обязательства, или выполняют ли налогоплательщики свои обязательства перед бюджетами всех уровней. Ну, на пять лет, мне кажется, многовато. Мне казалось бы, давайте, может быть, через год вернемся к этому и посмотрим. Потому что два года у нас и так не было проверок по вашим поручениям. Мне казалось бы, что здесь еще можно обсудить этот вопрос. Что касается снижения вхождения порога до 500 тысяч, мне кажется, тоже хорошее предложение. По кэшбэку. По кэшбэку. Что такое кэшбэк, Владимир Владимирович? Что предлагается? Инвестор вкладывает, значит, деньги и 10% от вложенных денег бюджета возвращают. Ну, такая, как бы, с одной стороны, интересная тема, но у нас уже действует в этом направлении несколько инструментов. СЗПК, так называют, закон о защите поощрения капиталовложений. Там есть специальный инструмент, когда инвестор вложил инфраструктуру, а за счет будущих налогов компенсируются эти вложения инфраструктуры. Хорошая тема. Надо пользоваться. Здесь источников не предлагается. Не за счет налогов, не за счет чего. Просто за счет бюджетов. Скорее всего, кстати говоря, за счет бюджетов регионов. Потому что это речь идет о налогу на прибыль. И, в первую очередь, за счет бюджетов Камчатского края. Какие предложения? У нас есть хорошие инструменты. Еще раз повторюсь. СЗПК раз. Налоговый инвестиционный вычет два. Им надо пользоваться. Мы даже предусмотрели по вашему поручению деньги для компенсации регионам, потерь в их доходах. Если регионы воспользуются таким инструментом. И будут предоставлять налоговые вычеты для новых инвестиций. Пожалуйста, пользуйтесь. Поэтому мне казалось бы, что надо сначала научиться и задействовать те институты, инструменты, которые есть. А вот эту тему мы даже с Юрой Петровичем обсуждали. Знаете, много вопросов возникает. Много вопросов. Мы пока бы не предлагали задействовать этот механизм. По заемному проектному финансированию. Здесь надо с Центральным банком отработать. Потому что вопрос нормативов, резервирования. Это, конечно, позиция Центрального банка. Мы вместе с Эльвиром Сахипзадной этот вопрос проработаем. Поскольку создается фонд страхования, который подставит плечо для заемщиков. Мне кажется, это хорошая тема. Думаю, что ее вполне можно будет реализовать. Спасибо. Значит, чего боятся участники экономической деятельности, когда к ним приходят с проверками. Это понятно, мне кажется. Чего здесь говорить. Иначе у нас бы на повестке дня не стояло в течение целого ряда лет проблема уменьшения количества этих проверок. Но, тем не менее, конечно, пять лет – это большой срок. И самое-то главное, здесь Антон прав. Нам нужно посмотреть, как инвестор реализует заявленные планы. И как он пользуется теми мерами поддержки, которые в целом проработаны. Это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому, действительно, давайте через год вернемся к этому предложению. То же самое касается вот этого кэшбэка. Ну, вот министр сейчас перечислил те возможности, которые предоставляются. Тоже их нужно запустить как следует. Вот я согласен с тем, что с 5 миллионов до 500 тысяч, да, Юрий Петрович, предназначен, уменьшил этот порог при предоставлении мер поддержки инвесторам. И министерство поддержало. Я думаю, что это правильно. С Центральным банком проработаем. Поэтому, Владимир Викторович, тем не менее, несмотря на то, что мы сейчас прокомментировали из вашего выступления, вы соответствующим образом оформите эти предложения. Я их в работу запущу. В том числе и Ильера у нас нет на связи, да, Илья Рископедовна? Ну, не важно, попросим и Центральный банк тоже проработать эти вопросы, которые вы поставили. А в целом, спасибо вам большое за анализ и за сделанные предложения. Так, пожалуйста, Троцинка, Роман Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, на сессии транспорт, которую мне выпала честь вести, ставилась задача единодушно между бизнесом и государством приблизить Дальний Восток и сделать транспортные тарифы более доступными. Были сформированы конкретные предложения, причем не все они связаны только с тем, чтобы потратить государственные деньги. Часть из них направлена на то, что деньги можно сэкономить или изменить нормативную базу. Первый блок предложений касается железнодорожного транспорта. Главной проблемой остается недостаточная пропускная способность Восточного полигона. И предлагается утвердить паспорт и график реализации третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба. Это очень сложная задача и, возможно, для строительства сложных инженерных объектов целесообразно привлечь силы Министерства обороны. Вторая – это поиск альтернативных маршрутов. Из альтернативных маршрутов участниками сессии были определены два маршрута. Первый маршрут – это Ильга-Охотское море. Это маршрут, который может быть построен за деньги инвестора, при том, что инвестору будет предоставлена квота на вывоз угля на пятилетний период, на период строительства трассы. Это может быть реализовано совсем без средств государства. Второй маршрут – это строительство участков северного широтного хода, который позволит соединить Свердловскую железную дорогу и Северную железную дорогу и выйти в незамерзающую часть Барницевого моря в районе Индиги. Большая часть этого железнодорожного маршрута уже построена. То есть это разговор о двух участках, которые нужно достроить. Это позволит грузы из района Новосибирска, Кузбасса, транзитный груз из Казахстана вывозить на глубокую воду по маршруту, который в полтора раза короче Транссиба и разгрузить Транссиб для более дорогих перевозок, скажем, контейнерных грузов. В отношении Северного морского пути высказывалось предложение запустить арктическую контейнерную линию, которая позволит самым коротким маршрутам перемещать контейнера из Азии в Европу, частично используя обратную загрузку судов, которые вывозят российскую экспортную базу. И для этого предлагается выпустить государственные гарантии доходности операторов контейнерной линии. В международной практике часто новые маршруты обкатываются именно таким образом. То есть так, допустим, обкатывался Суэцкий канал, когда он был новым маршрутом. Это позволит России увеличить свою долю на международном морском транзите. Следующее предложение касалось трассы Колыма. Эта трасса остается в сегодняшний день основной, которая соединяет Якутию с Охотским морем. И она в основном грунтовая и опасная. То есть предлагается ее модернизировать, а по сути построить заново. По автомобильному транспорту следующее предложение касалось создания восточной транспортной хорды. То есть мощной автомобильной трассы, которая соединила бы Владивосток с портом Восточный, а потом Владивосток через западный обход города, через Краскино до погранперехода. Эта трасса позволила бы легко перемещаться технике, работающей между теми многочисленными портными проектами и новыми предприятиями, которые строятся вдоль побережья моря. Авиационный транспорт. Налоговый вычет на топливо авиационное, так называемый отрицательный аксесс, это статья 200 налогового кодекса, он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2,08 для всех авиакомпаний во всех регионах. Это мало для Дальнего Востока, где стоимость топлива объективно выше в связи с транспортными плечами, а зачастую топливо приходится перевозить морским или речным транспортом за год, за год иногда. Поэтому предлагается для Дальнего Востока этот коэффициент установить как 3,34, а для тех аэропортов, которые завязаны на поставку топлива морским или речным сезонным транспортом, установить его как 6. Это некоторым образом выровняет стоимость авиационного топлива и позволит существенно снизить стоимость авиационных билетов. Хорошо себя очень проявил туристический кэшбэк. Мы видим подъем туризма, который происходит в стране. Мы рады отметить, что авиационный транспорт России вышел и превысил до ковидные времена. При этом его структура совсем другая. Международные маршруты заменились на внутренние маршруты. Авиационный транспорт закончен год с приростом примерно около 9% в отношении 2019 до ковидного года. И предлагается для Дальнего Востока увеличить размер туристического кэшбэка с 20 тысяч рублей до 40. Потому что туристический продукт на Дальнем Востоке объективно дороже и транспортные плечи больше. Но при этом, чтобы по-прежнему он не превышал 20% от стоимости тура. Мы видим, что была создана мощная авиационная компания «Аврора», перевозчик для Дальнего Востока. И звучало предложение декапитализировать авиакомпанию «Аврора» напрямую с целью того, чтобы она могла предоставлять услуги без несения дополнительных расходов на лизинг воздушных судов. Которые приведут к тому, что билеты будут дороже и их все равно придется датировать, но уже другим образом. Требования к малым аэропортам. На сегодняшний день, если в аэропорт прилетает даже один рейс в неделю, что для Дальнего Востока эта картина достаточно частая, аэропорт должен иметь действующий отдел внутренних дел, комнату матери и ребенка площадью 150 квадратных метров, минимум три сотрудника службы авиационной безопасности, метеоролога, периметральную дорогу и много еще чего, что не просто дорого, но зачастую просто невозможно в силу отсутствия людей. И предлагается аэропорты разделить на пять групп по набору обязательных требований, выделить международные, опорные, региональные, местные и, допустим, сезонные. И для аэропортов с малой напряженностью полетов снизить этот объем требований. Вот участниками рынка оценивается, что можно сэкономить примерно около 50 миллиардов рублей в год только на исполнение этих требований, зачастую избыточных, и 70 миллиардов рублей капитальных вложений, которые можно будет не делать. И предлагались и меры поддержки инвестиционной деятельности на транспорте. Мы видим, как хорошо себя задействовала компенсация процентных ставок для сельхозпроизводителей. Предлагается для транспортных и инвеструктурных проектов для Дальнего Востока и Арктики ввести похожую меру в виде компенсации части процентных ставок по уже завершенным проектам. Участники сессии осознают, что те меры рассчитаны на много лет. Это большие тяжелые проекты, но они позволят существенно изменить ситуацию с транспортом на Дальнем Востоке. Спасибо. Спасибо большое, Роман Викторович. Я сейчас прокомментирую многое из того, что Вы сказали. Все в десятку, все очень интересно. По-разному я тоже к этому отношусь. Но спасибо за то, что Вы такой анализ нам предложили. Пожалуйста, Илья Петрович. Спасибо, Владимир Владимирович. Буквально несколько слов. По БАМу, Транссибу модернизация находится полностью под Вашим контролем, поэтому ничего здесь добавлять нечего. По Эльге, Охотское море мы, конечно, поддерживаем этот проект, потому что если мы построим железную дорогу за счет частного инвестора, это существенно снизит нагрузку и ускорит темпы расширения возможностей БАМа-Транссиба. Арктическая контейнерная линия, ее надо на первом этапе субсидировать, для того, чтобы она была, скажем так, равнодоходна, а может быть даже несколько более выгодна, чем железнодорожные сообщения. Мы этот вопрос прорабатываем, средства найдем в рамках программы по развитию Дальнего Востока. В будущем году такая субсидия будет запущена. По перечисленным проектам развития автомобильных дорог, естественно, мы их все поддержим, но это уже зависит от финансовых возможностей. По авиационному топливу стратегическим выходом считаем все-таки строительство производства на Дальнем Востоке. Вчера Вам докладывали... Значит, статья 200-й налогового кодекса и снижение коэффициента. О каком коэффициенте идет речь? Роман, можете повторить? Владимир Владимирович, налоговый кодекс предусматривает следующее, что акциз на авиационное топливо, которое платит авиакомпания при покупке ее топлива, обратно возвращается авиакомпании. И он возвращается по всей стране с одинаковым коэффициентом, 2,08 коэффициент. Это очень хорошая мера, но она просто недостаточна для Дальнего Востока, где авиационное топливо существенно дороже. Сейчас два проекта рассматриваются. Вот то, о чем сейчас говорит Роман Викторович, это предложение Роснефти. Там есть предложение по поддержке строительства инфраструктуры и по увеличению обратного акциза. Я вам их доложу, мы с Игорем Ивановичем Слеченым обсуждали. И кроме этого, вам докладывалось вчера, скажем так, планы «Газпрома» по строительству соответствующего производства на Сахалине. Просто мне кажется, надо сравнить эти программы и принять решение, какой проект поддерживать и двигаться вперед. «Аврору» тоже вчера обсуждали подробно. Схему финансирования и закупки судов правительство вам в самое ближайшее время предоставит. Ну и по снижению процентов. Хорошо. Спасибо большое. Я сейчас тоже некоторые вещи прокомментирую. Значит, по поводу этого обратного акциза для топлива авиационного. Антон Германович, я просто этого не делаю, но сейчас все-таки сделаю. Мне кажется, что это здравое предложение. Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера. Пожалуйста, Антон Германович. Да, Валерий Леонидович, действительно, это просто увеличит компенсацию из бюджета. Здесь можно посмотреть тогда, как сказать, модель работы нашей компании. Насколько она сегодня, так сказать, имеет проблемы для того, чтобы дополнительно поддерживать из бюджета. И мы тогда подготовим предложение. Я понимаю, значит, мотивацию здесь, но надо посмотреть на наш взгляд. Баланс финансовой модели, насколько она устойчива. Требует ли дополнительной поддержки? Смотрите, я смотрю сейчас на то, что и как мы обсуждаем. По сути, у нас не встреча с модераторами, а такое содержательное совещание. По качеству обсуждаемых вопросов, предлагаемых решений, ничем не хуже и не меньше, чем наше производственное совещание вчера. Вопросы конкретные. Честно говоря, в этом большая ценность всего мероприятия, которое мы проводим под названием Восточный экономический форум. Что бы хотел сказать по поводу тех предложений, которые прозвучали сейчас от Романа Викторовича. Во-первых, так же, как и в первом случае, прошу вас это все оформить. Это найдет свое продолжение в виде поручений моих правительству и соответствующим структурам. Они все достойны того, чтобы их проработать. Значит, по поводу выхода к Баренцевому морю. Мы давно уже этот проект изучаем, предлагаем. Давайте еще раз к этому вернемся. Безусловно, это хороший проект, и над ним нужно продолжать работать. Разгрузить Транссиб – это абсолютно верно даже со стратегической точки зрения на будущее. По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше, вот этот Северный морской путь, о котором мы так много говорим, использовался для контейнерных перевозок. Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Ну и самое главное – эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными. Но пробные маршруты, кстати, уже были проложены, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, уже точно не помню, но, во всяком случае, это было сделано. Правда, их привозили не на специализированных, по-моему, судах, и поэтому экономика перевозок, она пока не такая, которая должна была бы вдохновить участников экономической деятельности для продолжения этой работы. Но точно, совершенно над этим работать нужно. Теперь по поводу месторождения льга и выхода к Охотскому морю. Здесь Юрий Петрович сказал, что, конечно, государство заинтересовано в том, чтобы компании, бизнес, которые занимаются добычей угля, развивали и железнодорожную инфраструктуру, в том числе построили за свой счёт железную дорогу к Охотскому морю. Для того, чтобы осуществлять экспортные поставки. Вместе с тем, есть некоторые вопросы. Они заключаются в том, что, насколько мне известно, компании, которые хотели бы это сделать, просят увеличить объём вывоза добываемого угля уже сейчас, и, по-моему, до 25 миллионов тонн. Они начали, это было совсем недавно, с 5 миллионов тонн. То есть им уже многократно увеличили объём вывозимой продукции. Если при действующей инфраструктуре увеличить ещё на 5 миллионов тонн, то тогда это можно сделать только за счёт сокращения вывоза других производителей. А там есть и такие города, населённые пункты, которые напрямую завязаны на эту производственную деятельность. И ущемлять их интересы, на мой взгляд, это неправильно. Есть над чём подумать. Например, можно было бы увеличить, как некоторые считают, объём вывоза за счёт лучшего диспетчирования, за счёт привлечения другой локомотивной тяги, более современной. Вот над этим можно подумать. Если даже у РЖД на сегодняшний момент нет соответствующих возможностей приобрести совсем новый парк локомотивов, над чём, кстати, РЖД работает, РЖД обновляет свой парк. Но вот заинтересованные компании могли бы, допустим, приобрести, передать РЖД эти локомотивы, современные, новые, мощные, которые позволили бы и на действующей инфраструктуре увеличить объёмы вывозимой продукции, а потом РЖД расплачиваться бы с ними постепенно на полученную тягу. Вот нужно подумать над тем, как решить эту задачу, не ущемляя интересов других производителей. Это чрезвычайно важно. На мой взгляд, в принципе, это сделать можно. И, конечно, надо смотреть, на каких условиях, на каких условиях и из каких источников компания, которая хочет построить железную дорогу, заявляет о том, что она хочет построить железную дорогу Кохотского моря, она получила бы финансирование для реализации этого проекта. Кстати говоря, Антон Гермич, здесь тоже надо подумать над… Там рассматривался вопрос даже о финансировании из Фонда национального благосостояния, вопрос о процентах. Если это такие же проценты, как в коммерческих банках, то тогда для участников процесса это не очень интересно. Но это разные варианты, здесь, возможно, надо только подумать. Значит, что касается Владивостока и Порта Восточной и так далее, но это в рабочем порядке надо прорабатывать, Роман. В планы нужно вставлять Минтранс и в рабочем порядке работать. Туристический кэшбэк я бы тоже подумал над увеличением. Я понимаю, что, Антон Гермич, его реакция понятна уже, ясно, что это дополнительные ресурсы. Но для Дальнего Востока, мне кажется, мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке. А туристический бизнес – это перспективное направление, без всякого сомнения. То же самое касается декапитализации «Аврора». Но надо посмотреть, как всё это заработает, как реально «Аврора» развернётся. И в зависимости от этого подумать над возможной декапитализацией. Мы уже обсуждали эти вопросы, надо внимательно к этому присмотреться. А требования к малым аэропортам, я уже говорил, они избыточные, совершенно очевидно. И над этим точно абсолютно надо не только подумать, а надо реализовать ряд предложений, которые прозвучали сейчас от Романа Викторовича. Спасибо большое. Давайте пойдём дальше. Горачёв Павел Сергеевич. Добрый день, Владимир Владимирович. У меня доклад по результатам сессии о недрах, а точнее о проблемах геологоразведки. О чём мы говорили с коллегами. Не секрет, что на сегодня советский задел месторождения практически исчерпан. Объём геологоразведочных работ он, к сожалению, уже давно не обеспечивает воспроизводство сырьевой базы. На сегодня, за последние несколько лет, уровень воспроизводства и пополнения стратегических ресурсов попал в два раза. Сегодня он составляет всего лишь 30%. То есть из объёма добытых полезных ископаемых лишь одна треть возвращается в виде новых запасов. И отношение 85% твёрдых полезных ископаемых поисковые работы не ведутся вообще. Такой результат, он не выглядит странным на фоне хронического недофинансирования поисковых работ. Так, про расходы на геологоразведку на квадратный километр площади Россия уступает Канаде, Казахстану и Австралии в 5-7 раз. При этом речь идёт именно о дефиците частных инвестиций. Их надо наращивать, по мнению участников сессии, поскольку у государства нет ни компетенции, ни технической оснащённости для такого масштабного прорыва в этой области. Таким образом, собственно, мы видим ряд неэффективностей в действующей системе, устранение которых будет способствовать росту частных инвестиций в геологоразведку. Первое. Прописанное на сегодня в законе право на геологоизучение недр, оно работает, к сожалению, не всегда. В отсутствии чёткой процедуры заявка недропользователь зачастую отклоняется и используется лишь для идентификации перспективного участка, который потом выставляется на аукцион и продаётся уже в рамках тендерной процедуры. Естественно, это демотивирует заявителей, лишает их стимула искать новые родопроявления. Мы предлагаем ряд мер по донастройке, так называемого заявительного принципа, чтобы исключить отказы по надуманным причинам и повысить прозрачность процедуры и ускорить выдачу поисковых лицензий. Второе. У нас почему-то частные компании не имеют права заниматься региональным изучением недр. А на более поздних этапах геологоизучения размеры количества участков, они сильно лимитированы. Это, на наш взгляд, бессмысленное ограничение частных инвестиций в самую раннюю и самую рискованную стадию геологоразведки. Мы предлагаем допустить недропользователей к общепоисковой части региональных работ, а также увеличить количество и площади поисковых лицензий. При этом, обязав, естественно, компании по истечении двух-трех лет сдавать государству неперспективные участки. Третье. Мы также, когда я говорю «мы», это участники сессии, предлагаем разрешить оборот поисковых лицензий, что будет способствовать развитию в России юниорных геологоразведочных компаний, которые специализируются именно на поиске месторождений, на доле которых в упомянутых выше Австралии и Канаде приходит до 75% всех новых первооткрывательств. Также обсуждалась необходимость навести порядок в базах данных геологической информации. На сегодня они разбросаны на бумажных носителях среди десятков геологических институтов по всей стране. В них много противоречий, а доступ к ним сильно ограничен. Мы предлагаем поручить МИМ «Природу» провести работу по верификации и консолидации всей имеющейся информации на базе единой геологической информационной системы, сделав ее доступной всем недропользователям в онлайн-режиме, в том числе на коммерческой основе. И последнее. Сегодня с момента получения лицензионного участка до начала его отработки уходит до двух лет на получение разрешений и согласование различных ведомств. Предлагается наделить МИМ «Природы» функциями единого окна для ускоренного прохождения указанных процедур, в идеале до выставления участка на аукцион. Мы проработали все указанные инициативы с профильным Министерством природных ресурсов, лично с Александром Козловым, и полагаем вместе, что их реализация позволит переломить негативную тенденцию и обеспечить стабильный прирост минеральной сырьевой базы в стране. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, мы в действительности ознакомились со всеми этими предложениями, участвовали вместе на сессии и считаем, что все, что сказал Павел Сергеевич, это можно сделать и в следующем году уже реально достигнут результатов. Разрешите, если по порядку. Вопрос стоял по донастройке заявительного принципа. Как сегодня выглядит? Подают заявку, если идет наложение участков, им ее возвращают, тратится время, новые процедуры и возникают новые участники. Люди работали, искали и, соответственно, лишились своего труда. Мы предлагаем в электронном виде, с 1 января мы это сделаем, подают, видим замечание наложения, это 80% всех замечаний строится именно из того, что наложение одного участка на другой в течение 30 дней исправляют в электронном виде, и считаем, что вопрос закрыт. Недостаточно приказ 583 МПР поправить, не на юсти зарегистрировать, и этот вопрос будет для страны решен. Это первое. Что касается региональных этапов работ, у нас сегодня в законе о недрах прописано то, что это только полномочия государства. Мы выделяем где-то в год сумму 11 миллиардов рублей. Это недостаточно, потому что мы видим заявки, которые сегодня идут, и в действительности потребность возникает больше. Соответственно, предлагаем это поддержать. И третий вопрос, очень интересный, связанный с оборотом лицензии. Как выглядит сегодня эта работа? Коллеги приходят, получают геологическую лицензию, платят за это 7,5 тысяч рублей. Ищут, находят, должны поставить на баланс, поплатить первоначальный взнос, и, соответственно, потом получить лицензию на добычу. Вот мы хотим, чтобы юниорка развивалась, то есть 7,5 тысяч заплатил пошлину, нашел, потратил на это деньги, и имел возможность до постановки на баланс и первоначальный взнос продать другому предприятию, которое может иметь эти ресурсы и дальше развивать, соответственно, и выйти уже на саму добычу. Потому что зачастую те, кто ищет, и те, кто потом приступает к непосредственным работам, это разные компании, разный уровень. Потому что первоначальный взнос, там, это 200 миллионов рублей, его нужно брать кредит, надо брать под что-то, у них еще запасов нет, на баланс не поставлен. Непосредственно выйти уже на производственные мощности, технику закупить и так далее. То есть разный уровень компаний, которые могут этим заниматься. А в основном это люди, которые посвятили жизнь геологоразведке, геологии, могут это делать, они объединяются в некие коллективы и оказывают эти работы. К сожалению, сейчас этих полномочий нет. Если мы изменим закон о недрах, в принципе, мы эту работу можем выполнить. И очень важный вопрос, который касается страны, геологическая информация. Владимир Владимирович, в тяжелые годы, то есть в Союзе это все было объединено в одних руках. В тяжелые годы это все ушло в разную форму собственности. И вся геологическая информация находится в разных руках. И в коммерческих структурах, и в структурах, которым принадлежат государству. И в архивах, и везде, везде, везде. А вот закон о недрах говорит о том, что это все должно быть известно государству. Где делать георазведку, как с этим работать и так далее. И мы сегодня законодательно нигде не подкреплены тем, что все компании обязаны это передать в государственное ведение. Мы хотели бы эту поддержку, тогда у нас будет полная база. И мы когда, а мы уже получили дофинансирование, Михаил Владимирович поддержал нам на три года дополнительные деньги. Мы могли бы, опираясь на эти документы, именно лучше разведывать и вводить в оборот те месторождения, которые сегодня нужны стране. А у нас по импортозамещению работы просто очень много с точки зрения наших стратегических отраслей. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Да. Значит, что касается информации о недрах, которые, безусловно, должны в полном объеме обладать государство. Здесь вопросов нет, это совершенно очевидно. И по другим предложениям тоже полностью согласен. Вопрос оборота поисковых лицензий, и даже не это, а вопрос преобразования поисковых лицензий уже в рабочую, в добычную, вот это очень тонкая вещь. Здесь у нас же потом в соответствии с действующими нормами всё это на аукцион должно выноситься. Вот здесь можно поподробнее? Здесь у вас нет оснований опасаться, что здесь могут возникнуть какие-то вопросы и проблемы, которые возникали раньше по проблемам подобного рода? Владимир Владимирович, прокомментирую. Сегодня, когда компания берёт геологическую лицензию, они рискуют. Они платят 7,5 тысяч рублей. Это в действующем законодательстве сегодня. Заплатили 7,5 тысяч государству, где-то в течение нескольких лет работают, нашли что-то, приходят в государство, ставят это на баланс, платят стартовый платёж, там, предка, до 200 миллионов рублей, 20-50, от месторождения зависит. И потом получают лицензию на добычу. Это сегодняшний формат. И потом крупные компании ждут их и выкупают саму компанию, потому что законодательно саму лицензию купить нельзя. Есть люди, которые этим занимаются. Мы предлагаем сделать следующее. Чтобы можно было покупать не компанию, а саму лицензию. То есть вот этот процесс весь на блоке. То есть, первое, люди нашли, они дальше не могут двинуться, и у них нет связи в банках, у них нет, что заложить. Соответственно, эти 200 миллионов рублей они не могут найти. Они продали. Следующий, кто уровень, может позволить себе эти 200 миллионов вложить, поставить на баланс, это тоже бюрократическая работа определённая. Потом следующий уровень, это те, кто непосредственно вкладывается в технику и так далее и тому подобное. Сегодня тот вопрос, которого задали, он в данном случае, на именно этот уровень лицензии, он не предусматривает аукцион. Это и так есть то, что он получает через первоначальный взнос. Здесь в данном случае продажа лицензии, а не самой компании. И зачастую просто останавливается, это не доходит до непосредственно запуска производства. Вот весь комментарий. Спасибо. Хорошо. То есть вы такой оборот лицензионный поддерживаете? Да, Владимир Ильич, это давно поднимается этот вопрос, просто нужно изменить законодательство. Хорошо, давайте. Давайте тогда готовьте предложение, сделаем это. Хорошо. Договорились. Пожалуйста, Абрамов Александр Ильич. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, я вчера моделировал сессию, которая касалась развития лесопромышленного сектора на Дальнем Востоке. Основной негатив, вернее, самый такой кричащий, это горящие леса. И каждый год на Дальнем Востоке выгорает леса больше, чем те территории, которые вовлечены в лесозаготовку. При этом горят в основном те леса, у которых нет лесопользователя. А в аренду на Дальнем Востоке передано менее 25% лесосеки. Соответственно, оставшиеся 75% это перестой, леса сосыхают и начинают гореть. Поэтому, естественно, представляется целесообразным всячески стимулировать привлечение новых игроков, новых арендаторов. И мы здесь не видим никаких, действительно, на наш взгляд, не должно быть никаких опасений, поскольку собственность остается в руках государства, а при нарушении арендных договоров такого рода аренду всегда можно расторгнуть. Государство в последние несколько лет последовательно реализует стратегию по переходу от сырьевого экспорта, от экспорта круглого леса к производству продукции глубокой лесопереработки и в основном дальнейшему его экспорту. Лесопромышленники Дальнего Востока эту стратегию поддерживают на цифрах. За последние 10 лет было построено 7 крупных перерабатывающих комплексов. Это снизило экспорт леса в страны Юго-Восточной Азии в три раза, с 15 миллионов до 5 миллионов кубических метров в год. Созданы лесоперерабатывающие мощности на 5 миллионов кубических метров. Но пока инвестиционный цикл не завершен, и здесь вырисовываются два блока проблем, основных крупных. Первый – это сложности со сбытом продукции на экспортных рынках. Продукция лесопереработки из России нигде не приветствуется, никто ее не ждет. Это конкурентная борьба. Если место российского круглого леса на юго-восточных рынках очень быстро занял лес США, Канады и Новой Зеландии, то продукция лесопереработки с ложей рядом сталкивается. В том числе мы имеем много примеров, прежде всего, с ценовой дискриминацией. И тому есть фактические примеры. Понятно, что цепочки поставок давно сформированы. Мы новички всем этим предприятиям, которые построены за последние 10 лет от года до 7. Процессы длительные, и мы пока в самом начале этого пути. Здесь мы вместе с RFPI, владеем компанией RFPI, нашли, на наш взгляд, один из возможных способов решения. Это привлечение в капитал компаний российских крупных игроков из тех рынков, которые для нас являются целевыми. В данном случае речь идет о вхождении в капитал компании японского концерна «Аида». Это до 50% внутреннего рынка Японии. Это домостроительные концерны. Они строят в год около 50 тысяч домов. Самое главное для нас не деньги, которые они принесут, хотя это тоже важно. Самое главное – это эксклюзивный доступ к японскому рынку, когда мы перестанем испытывать. По существу мы сегодня продавать не можем в силу специфичности очень такой картельной структуры рынка на Японии. А здесь мы получаем доступ не только к технологиям производства домокомплектов, но и к рынку японскому, который высококонкурентный и очень высокодоходный. В этом смысле мы хотели просить вас поддержать эту сделку, поскольку требуются регуляторные разрешения. И они, в общем, наличие такого рода разрешений, как прецедент, мы считаем, будет чрезвычайно полезным для привлечения в последующем и других аналогичного рода игроков, представителей крупных целевых рынков. Вторая проблема – это проблема низкосортного сырья. При заготовке леса приблизительно половина его – это первосортный лес, который сегодня практически полностью перерабатывается. А остаток около половины леса – это так называемый танкомер, балансы и низкосортная древесина со всякого рода дефектами. А традиционно в западной части России или центральной России это перерабатывается и продается на внутреннем рынке или утилизуется на ЦБК. Сколько на Дальнем Востоке нет ЦБК, а внутренний рынок практически отсутствует, ну, в силу того, что народу очень мало живет, и плотность населения чрезвычайно низкая, то традиционно этот лес экспортировался. Принято решение более года назад о полном запрете экспорта. Эту специфику не учитывает, при этом еще это попало вот последние полтора года в пандемию. Мы не успеваем просто, мы имеется в виду предприятия лесопромышленного комплекса Дальнего Востока, не успевают закончить инвестиционный цикл. Вот, к примеру, РФП, месяц назад мы закончили строительство завода по производству пилет топливных, но эта работа нуждается в существенном масштабировании, их явно недостаточно. Поэтому большинство предприятий Дальнего Востока пока не готовы к переработке вот этой несортовой или низкосортной деревесины, и запрет на экспорт крупного леса для многих из них может привести к полной потере финансовой устойчивости. Что здесь, на наш взгляд, нужно делать? Таким комплексным, комплексной мерой представляется создание ускоренной центров по кластерам, по производству этих самых топливных пилет. Тема чрезвычайно популярна, и рынок растет гигантскими темпами во всех странах Юго-Восточной Азии в связи вот с этим вот общим трендом на зеленую энергетику. Здесь требуются промежуточные склады, хабы, и требуются причалы специализированные. Здесь представляется целесообразным просить вас поддержать выделение средств, может быть, даже из ФНВ, поскольку это все проекты с очень низкой доходностью, но с хорошей перспективой с точки зрения увеличения рынков по выделению этих средств для строительства вот этой самой инфраструктуры. производственной логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, которая в основном должна быть, на наш взгляд, направлена на облегчение инвестиций в создание производств по переработке низкосортной древесины в топливные пилеты. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо вам. Абрамов выступил, я хочу предоставить слово Абрамченко. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, спасибо большое. Я по порядку. Извините, пожалуйста, Владимир Владимирович. Я хочу только заметить, что у нас запрета на экспорт круглого леса нет. Мы не принимали решение о запрете. Мы приняли решение о двух пунктах пропуска, которые ведут к известным последствиям в реальной жизни. Это понятно, но запрета нет. Виктория Валерьевна, поясни, пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, действительно, Ваше поручение нами исполнено через акт правительства, который определяет, через какие пункты пропуска такая продукция может быть направлена на зарубежные рынки. Но по порядку, по докладу Александра Григорьевича, по лесным пожарам. У нас нет статистики, которая точно бы свидетельствовала, что лесные пожары возникают только там, где есть хозяин или только там, где нет хозяина. Везде горит. И если говорить о цифрах для Дальнего Востока, у нас расчетная лесосека для Дальнего Востока 117,8 миллионов кубов. А осваивается из этой расчетной лесосеки только 15,6%. То есть потенциал возможностей заготавливать и перерабатывать лес на Дальнем Востоке очень большой. Для того, чтобы арендаторы несли всю полноту ответственности за тушение лесных пожаров, если на вверенной им территории такой пожар возник, мы по Вашему поручению законодательство поменяли. И уже в 2021 году в сводных планах тушения лесных пожаров принимают участие все арендаторы. С техникой, с личным составом, со всем необходимым имущественным комплексом. Но действительно ответственности пока за непринятие соответствующих мер у арендаторов нет. И сейчас в осеннюю сессию мы поправки в КАП принесем, чтобы такая ответственность появилась. По второму вопросу, по российской продукции на зарубежных рынках, по стимулированию. У нас есть таможенная статистика, что очень хорошо продается сухой пилмат, доска, которую производят наши коллеги в Архангельской области. У них есть даже торговые дома в Китае. Такая продукция реализуется. Информация о том, что есть какие-то трудности, у нас отсутствует для северо-западных наших компаний. Что касается поддержки экспорта продукции глубокой переработки. Правительством Российской Федерации еще в 2017 году принято соответствующее постановление. И мы, Владимир Владимирович, на сегодняшний день субсидируем до 80% затрат на логистику, на перевозку готовой продукции глубокой переработки на зарубежные рынки. И такая мера поддержки будет и дальше оказываться нашим лесопромышленникам. Кто хочет заниматься глубокой переработкой и экспортом этой продукции на зарубежные рынки. Что касается сделки по вхождению наших японских коллег, частных инвестиций японских в компании на Дальнем Востоке. Есть процедура, есть определенная правительственная комиссия, которая такие сделки должна поддерживать по вхождению иностранных участников, иностранных инвесторов. Вот на сегодняшний день пока пакет документов в правительство не внесен. Мы, безусловно, в приоритетном порядке такие документы рассмотрим, когда они поступят в правительство. Теперь, что касается низкосортной древесины и ее переработки. Очень хорошие есть проекты на Дальнем Востоке, которые занимаются утилизацией этой низкосортной древесины. Производят и пилеты, и ДСП, и ДВП, и различные другие виды. Мы поддерживаем в этом направлении коллег, и есть поручение уже Министерству промышленности, Министерству по развитию Дальнего Востока, чтобы такие проекты в первоочередном порядке поддерживать. Причем поручение дано и с точки зрения развития как раз логистики. Макрорегион большой, география сложная, плечи действительно большие. Поэтому мы договаривались с губернаторами, что будут отдельные такие дорожные карты по развитию глубокой переработки с учетом особенностей этого макрорегиона. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо большое, Виктория Валерьевна. Александр Григорьевич сказал о том, что государство осуществляет стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины. Александр Григорьевич, государство пытается реализовать эту стратегию уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся, возвращаемся к центру поля опять. Вот чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов. И прежде всего, конечно, речь должна идти о реальной, существенной, эффективной поддержке со стороны государства тех, кто хочет действительно заниматься переработкой, в том числе и глубокой переработкой. В этой связи, конечно, мы должны поддержать и предлагаемый вами проект с японскими партнерами, и в целом внимательно анализировать все, что происходит в деловой среде, на рынке. Потому что не только то, что сейчас я услышал, побуждает меня все это сказать, а и та информация, которая поступает в ходе ежедневной работы, все-таки у тех, кто собирается строить серьезные предприятия по переработке, ЦБК, еще проблем очень много. И это требует постоянного внимания со стороны правительства, со стороны региональных властей. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но то, что касается конкуренции. Ну, понятно, Александр Григорьевич, никто нас с нашим товаром вообще нигде не ждет, кроме как с чисто сырьевым. Но нам-то с вами нужно думать о другом, нам-то с вами нужно переработкой заниматься. И чем глубже, тем лучше создавать рабочие места в стране, налоговую базу поднимать на всех уровнях, компетенции получать. Ну, чего мне рассказывать? Мы все понимаем, о чем я говорю. Возможно, меры какого-то давления, вплоть до шантажа ваших конкурентов, попытка заменить нашу продукцию, продукции других производителей из других регионов. Все для них не так просто. Да, у них есть жирок, они накопили, могут себе позволить даже что-то покупать подороже какое-то время. Потом сдуются, если поймут наши серьезные намерения и захотят работать с нами по-честному. А в конечном итоге все так и получается. Если мы сами ведем себя достойно, последовательно, но и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем надежно свои интересы. Давайте объединять будем усилия государства и бизнеса для того, чтобы решить эти общие наши задачи. Спасибо. Так, Машкович, Вадим Николаевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Модератор сей сессии «Агропромышленный комплекс Дальнего Востока. Двигатели роста». Вадим Иванович, мы находимся, сельхозпроизводители, как правило, в двух состояниях. Мы либо боремся за урожай, либо боремся с урожаем. Для того, чтобы бороться за урожай, у нас по результатам сессии два предложения. Основная культура Дальнего Востока – это соя. Просьба включить селекцию семян сахарной сои, просто сои, в федерально-научно-техническую программу. Эта денег стоит немного. Мы готовы, как компания, выступить якорным инвестором, если есть такая необходимость. У нас средняя урожайность по сои в Дальнем Востоке – 12 сантиметров с гектара. У наших соседей 25 и больше, а лучшая мировая практика – 35 сантиметров. Нам есть куда расти. И качественные семена являются одним из важнейших факторов повышения урожайности. Вторая задача – это водоотведение на тех уже землях, где сельхозпроизводители работают. Вы знаете, что на Дальнем Востоке осадки до метра. И в период сезон дождей водоотведения, которые делаются на самих полях, недостаточно, потому что вышли из строя или не введены в эксплуатацию основные каналы водоотведения. И здесь предлагается сделать, первое – это единый проект водоотведения на федеральном уровне. И дальше передать все системы мелиоративные также на федеральный уровень, потому что ни один сельхозпроизводитель не в состоянии сделать центральные каналы водоотведения в силу и собственности, отсутствия собственности и в силу неэффективности каждого участника по отдельности. Теперь, если урожай произведем, а мы посмотрели, что сделано за последние 10 лет в Центральной России с начала проекта национального ПК, мы видим, что по культурам урожайность выросла от двух до четырех раз, и не видим никаких оснований, чтобы этого не произошло на Дальнем Востоке. Поэтому урожай у нас точно будет. Нам нужно ввести в сельхозоборот около полутора миллионов гектар сегодня, которые не используются, ну и доработать по урожайности на той земле, которой мы уже работаем. И здесь у нас основная задача, это, конечно, открывать экспортные рынки. Вы знаете, что сырье, и как вы сами сказали, сырье берут с удовольствием, а продукцию с добавленной стоимостью, с другим уровнем глубины переработки не очень. Например, наши основные рынки сбыта свинины, это Китай, Япония, Корея, сегодня закрыты, вы открыли рынок Вьетнама, и за последние неполные два года мы заняли 50% всего экспорта мяса свинины в Вьетнам. Поэтому, если возможно еще раз вернуться к нашим соседям с возможностью открытия экспортных рынков для нашей уже продукции мясной, тем более курицу уже открыли, говядину открыли, это было бы огромным подспорьем. И второе, на сегодняшний день закрыты даже комбикорма, смеси и соевый широт. Мы вчера с вами открывали комбикормовый завод, я сегодня с утра там был, стоит миллионник, 50% продукции готова к экспорту, но пока рынка сбыта у нас нет. Владимир Владимирович, просьба вернуться еще раз и на вашем уровне тоже, чтобы открыть рынки экспорта. Спасибо. Спасибо большое. Что касается свинины, то вы знаете, мы постоянно этим занимаемся. Проблема вам тоже хорошо известна, в том числе регионального характера. Надо эти проблемы преодолевать, даже если это не реальная проблема, а просто используется как предлог для того, чтобы закрывать нашу продукцию. Но сейчас я вдаваться деталей не буду. Вы знаете, что я лично этим занимаюсь постоянно, на встречах даже с самого высокого уровня. Мы все время об этом говорим и будем делать это дальше. Что касается вовлечения в сельхозоборот земель, которые не используют, у нас их гораздо больше, чем полтора миллиона гектар. Я еще попрошу тоже Викторию Валерьевну некоторое еще прокомментировать, в том числе и возможность передачи вопросов, связанных с миллиарацией, на федеральный уровень. Пожалуйста, Виктория Валерьевна. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы с Вадимом Николаевичем обсуждали эти предложения. Все они поддерживаются. Несколько комментариев по порядку. По поводу семян сои. Действительно, у нас залогом успеха с точки зрения урожая, по потенциалу урожайности наших культур, является три фактора. Первый – это семена. Второй – это достаточное внесение минеральных удобрений. Третий – это соблюдение агротехнологий. И по вашему поручению у нас реализуется программа, федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. По сахарной свекле и по картофелю там есть уже определенные успехи. Мы даже наш семенной картофель реализуем нашим коллегам в Беларуси. Это тоже такой показатель успеха. А по сои до сих пор таких программ не было. Поэтому Вадим Николаевич готов выступить таким якорным инвестором, для того, чтобы в пропорции 50 на 50 федеральный центр и якорный инвестор реализовать программу теперь по масличным культурам по сои. Полностью поддерживается, поэтому будем этим заниматься. По второму направлению... Извините, Виктория, а что это за перечень? О чем речь-то? Я не понял. Это выполнение параметров доктрины продовольственной безопасности по семенам. Вы знаете, что мы отстаем по некоторым видам культур, по отечественным семенам. И нам нужна отечественная селекция, чтобы были сорта и гибриды наши. И вот по масличным мы пока вынесем еще от импорта семян. И Вадим просят включить вот в этот перечень семенная соя, да? Да. Вы за? Мы за. Вы за? Поддерживаете, да? Да. Поддерживаем полностью. Отлично. Второе направление. По вовлечению земель сельхозназначения в оборот. Утвердили в текущем году новую программу по вовлечению земель сельхозназначения в оборот. И там два блока. Блок, связанный с мелиорацией, наиболее ресурсоемкий блок по всей стране необходимой мелиорацией заниматься, по нашим данным, изношенность сетей порядка 80%. Мелиорация – это тоже такая инфраструктура для сельского хозяйства, крайне необходимая. Для Дальнего Востока, в частности, речь идет о программе осушения, то, о чем говорит Вадим Николаевич. Поэтому, что мы предлагаем? В рамках принятой правительством программы по вовлечению земель в оборот взять отдельные регионы дальневосточники, как пилотные проекты для реализации комплексного проекта. Не в отдельном хозяйстве, не у отдельного сельхозтоваропроизводителя. Ведь мегативное сооружение, оно строится по принципу от общего к частному. Необходимо в целом в субъекте Российской Федерации такой проект реализовать. И мы с Вадимом Николаевичем договорились и с Министерством сельского хозяйства, что в пилотном режиме возьмем один или несколько регионов дальневосточников и такую программу по мелиорации реализуем. Что нам даст это на выходе? Новая современная система мелиоративная, даст вовлечение земель в оборот, увеличение урожайности и просто стабильное самочувствие сельхозтоваропроизводителя на территории региона. По экспортным рынкам мы тоже полностью поддерживаем. С точки зрения регионализации и борьбы с африканской чумой свиней, для того, чтобы не было такого риска для нашего экспортного потенциала, действительно продолжаем работу на уровне наших ветеринарных служб, Россельхознадзора и зарубежных партнеров. Подключаем наш атташат, созданный недавно по сельскому хозяйству, для того, чтобы корма и мясную продукцию продвигать на зарубежные рынки. Все предложения. Ну и вот по заводу, о котором Вадим тоже сказал, нам нужно подумать, как их поддержать. Сделаем, прошу. Да, да, да. Спасибо. Вадим Николаевич, согласны? Конечно. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Пожалуйста, Батчин Сергей Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю сессию «Туризм». Наша компания занимается туристической деятельностью около 20 лет. Один из реализованных проектов у нас – это «Роза Хутор». Мы реализовали под эгидой «Интерос». И сейчас, два года назад, мы зашли на Камчатку и реализовываем проект «Три вулканов», в который мы собираемся вложить более 40 миллиардов рублей. Поэтому индустрию туристическую здесь, на Дальнем Востоке, уже очень хорошо представляем. И модерируя сессию, я бы хотел донести не только свой опыт, но, в общем-то, весь тот опыт, который в настоящий момент наработан в этой области. Но первое, что хотелось бы сказать – очень важно выделить и так называемые туристические территории на Дальнем Востоке. То есть, те территории, на которые устанавливается запрет на разработку, например, новых месторождений, на добычу других полезных ископаемых, а также для развития какого-либо промышленного сектора. Все-таки территории у нас огромные, интересные, и надо их поделить. И это очень такой важный момент. Входя сюда на Дальний Восток, хотел бы подчеркнуть, что здесь существует очень хороший режим. Это территория опережающего развития и свободный порт Владивосток. Благодаря этим режимам многие вещи, которые невозможны в Центральной России, здесь возможны. Но очень важно донастроить эти преференциальные режимы. А именно, ну, например, есть так называемый налог, социальный налог, 7,6%, который существует на этих территориях. Но он применяется с момента, когда мы становимся резидентами ТОРа. А для нас очень важно, чтобы этот налог, эта преференция по налогу работала не с момента, когда мы становимся резидентами, а с момента, когда мы вводим объект в эксплуатацию. Ну, например, мы стали резидентом уже год назад, а у нас еще даже земли нету, оформленной для проекта. И для нас этот налог только через три года имеет какой-то смысл. То есть мы не просим новой преференции, а просто сдвинуть эту преференцию во времени. Следующий очень важный момент для развития туризма – это НДС. Если мы посмотрим на Юго-Восточную Азию, Китай, Японию, Корею, Вьетнам, все страны, которые здесь рядом есть, то НДС на туристическую отрасль в среднем от 7 до 10%, а у нас 20%. Конечно, мы неконкурентоспособны. И в первую очередь это выражается в том, что наш российский турист платит за наш российский турпродукт больше, чем если он едет, скажем, в соседние страны. И мы бы просили бы здесь рассмотреть возможность приведения нашего НДС в туристической отрасли на Дальнем Востоке примерно на такой же уровень, как и у соседей здесь, в Юго-Восточной Азии. Также существует по всей России замечательная программа с этого года – это субсидирование процентной ставки для развития туризма. Но эта программа работает только для тех средств размещений, когда ты строишь гостиницу больше, чем 120 номеров. Здесь же, на Дальнем Востоке, очень часто требуются небольшие средства размещения, ну, скажем так, от 50 до 100 номеров на гостиницу. Вот здесь никакой поддержки нет. И мы предлагаем тоже организовать здесь поддержку. Ну, какую? Ну, например, субсидирование капитальных затрат 30% или же, может быть, определенная субсидия на каждый введенный в эксплуатацию номер гостиницы. Здесь хотелось бы эту тему отработать. Также очень важно про транспорт сказать на Дальнем Востоке. До многих туристических мест можно доехать или долететь только самолетом. И в этом смысле нам очень важно развитие малой авиации, вертолетной и малой, имеется в виду от 9 до 19 кресельных самолетов. И здесь мы напарываемся на ситуацию, то, что уже было сказано коллегами раньше в транспортной сессии, что требования к транспортной безопасности малых аэропортов и ВПП, такие же, как к Шереметьеву, например, аэропорты. Это просто избыточные требования для развития туризма. Надо как-то классифицировать эти аэропорты и, в общем-то, сделать по возможности упрощенные требования для маленьких, малюсеньких аэропортиков. Ну, тоже касается и причальных сооружений на водном транспорте, как речном, так и морском. Ну, и также хотел бы сказать, что туризм – это не просто отдельная отрасль экономики. Это, по сути дела, развитие территории. Все, что создается для туристов, используется, как правило, и местным населением, и молодежью, и, скажем, жителями городов и сел. Поэтому мы считаем, что было бы целесообразно распространить на туристические проекты те же требования по созданию, обеспечивающей транспортно-инженерной инфраструктуры, что и применяются сегодня к населенным пунктам. Ну, это вкратце то, что могло бы сделать весь Дальний Восток с туристической точки зрения гораздо лучше, удобнее и конкурентоспособным как внутри России, так и на международном рынке. Спасибо. Сергей Викторович, у Вас на Красной Полине все получилось красиво. Надеюсь, и здесь также будет все достойно. Даже не сомневаюсь в этом. Что касается Ваших предложений, я попрошу сейчас прокомментировать это Чернышенко Дмитрия Николаевича. Ну, и все-таки то, что касается Ваших предложений, связанных с изменением налогов, то, конечно, Антона Германовича потом. По гостиницам понятно, там просто легче администрировать, чем больше гостиниц. Там 150 минимум посадочных мест, комнат исходили из того, что они больше нуждаются в поддержке, имею в виду, что они дороже стоят. Вот просто и все. Ну, надо подумать, безусловно, Вы правы, здесь-то небольшие нужны гостинички. Поэтому мы все это проработаем, но я сейчас попрошу Дмитрия Николаевича прокомментировать. Начать эти комментарии. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я начну немножко с того, что было раньше сказано по поводу туристического кэшбэка. Здесь, ну, учитывая закрытый режим нашего совещания, она мера, с одной стороны, популярная. Мы понимаем, что это была временная мера, которая связана с антиковидными мерами, закрытием границы поддержания, направленная на низкий спрос. Мы как раз поддерживали в те времена, когда люди традиционно-то не ездили. И здесь нужно очень аккуратно. Мы с Антоном Германовичем здесь абсолютно трезво относимся к кэшбэку, как, в общем-то, есть риск о том, что это разгоняет инфляцию средств размещения и увеличивает на стоимость денег, которые мы на кэшбэк потратили, просто стоимость средств размещения. Мы по итогам года сейчас внимательно это все отследим и будем точечно поддерживать эту меру. У нас просто были бы средства размещения, ну, народ бы сам поехал. Здесь мы, по сути дела, некую неэффективность средств размещения компенсируем привлекательной ценой для граждан. Поэтому про 40 тысяч рублей, то, что там 20% от стоимости тура, нам нужно будет еще посчитать, потому что мы научились хорошо это администрировать и видим все там до мелочей и очень гибкий механизм. Теперь по поводу предложений Сергея Викторовича, который действительно самый успешный у нас инвестор в туристическую инфраструктуру, и Роза Хутер, и Завидовая, и Долина Васта, и другие его проекты очень известные, которые мы в рамках нацпроекта все поддерживаем. Здесь мы должны не забывать про бюджетную эффективность. Сейчас нужно отметить, Антон Германович тоже скажет, что сейчас бюджетное законодательство не позволяет прямые субсидии частным организациям на капитализацию объектов, но при этом достаточно серьезный инструмент, набор инструментов уже существует, о чем сегодня говорили. Есть льготные займы в рамках различных институтов развития, или вот Владимир Викторович Сологов говорил про льготное кредитование резидентов территории опережающего развития, о том, что нужно порог снизить до 500 тысяч. Это очень классная мера, мы ее тоже поддерживаем. Различные инструменты государственно-частного партнерства, зачастую инвесторы просто не знают эти инструменты. Здесь на местах губернаторам с инвесторами тоже нужно будет работать, потому что есть для малого и среднего бизнеса отличная мера по грантовой поддержке. Что касается самого проекта национального туризма и индустрии гостеприимства, на который, напомню, что почти полмиллиарда денег заложено до 30-го года именно по развитию инфраструктуры, у нас действительно заработал механизм только с этого года по предоставлению льготных кредитов для инвесторов, о чем Сергей Викторович сказал, где туристические проекты от 120 номеров идут. Там процентную ставку мы субсидируем. Но я могу сказать, что сейчас мы видим по динамике, не выгребают в этом году тот объем компенсации, который мы им даем. Мы сейчас отобрали банки, потому что сложно, нужно проект перенести в банк, доказать, что он эффективный. И тогда банк говорит, да, мы готовы вам дать субсидию, а вот государство просубсидирует процентную ставку. И у нас на следующий год в 2,5 раза больше заложено денег на субсидирование этой процентной ставки. Будем сейчас наблюдать, как этот механизм начнет работать, а потом, конечно, уже и мелкие гостиницы нужно будет включить. Иначе огромный поток сейчас будет проектов, банки просто станут узким горлом и не смогут переработать. А так идея-то, она абсолютно здравая. И у нас там кредиты от 100 миллиардов до 70 миллиардов по этой мере у нас заложены. Поэтому мы легко сможем перевести и уменьшить размер вот этой отсекающей от 120 номеров и уйти вниз, о чем Сергей Викторович говорит. Буквально со следующего года мы на это посмотрим. Но здесь что самое важное, почему инвесторы просят вот эти субсидии? Они хотят снизить или поделить, или снять с себя риски расчетов будущих турпотоков. Потому что они же закладывают финансовые модели, ожидая, что они построят гостиницу, туда приедет турист. И здесь, конечно, вот тот созданный с вашей поддержкой институт развития корпорации Туризм РФ, она как раз позволяет подстраховать инвестора от риска этого негарантированного турпотока. И мы входим в капитал собственников. И я знаю, что Сергей Викторович на его проектах тоже такой механизм, они под соглашением есть. Когда государство, по сути дела, помогает инвесторам и берет на себя часть рисков, а потом, когда проект достигает определенной зрелости, продает этому же инвестору, его долю из него выходит. У нас с Антоном Германовичем отработана эта схема тоже, она достаточно эффективно работает, и ее можно использовать и на маленьких гостиницах на Дальнем Востоке. Мы эти просто проекты собираем, корпорация сейчас на месте находится, на форуме, и коллеги работают. Но здесь самое важное, что как государство только вошло в капитал, дальше у нас начинает работать интерес сохранения государственных инвестиций. И мы начинаем тут перекрестные всякие вещи задействовать, субсидирование перелетов, чартеры внутри ДФВО, железнодорожные билеты, строительство дорог. То есть сразу начинает такая оркестровка работать. Поэтому, конечно, это здорово, когда государство тоже в этом участвует. Но при этом у собственника основной пакет, мы миноритарии, и мы помогаем друг другу инвестировать в эту инфраструктуру. Ну, конечно, при условии защиты и эффективности этих проектов, финансовой модели Минфини. То есть у нас отработан уже типовой проект, когда мы видим эффективность возврата средств на любые инвестиции. Вот скоро как это. Спасибо. Антон Георгиевич, пожалуйста, по налогам. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Коллеги, по льготам, которые выходят за пределы срока действия ТАССР. У нас ТАССР предусмотрен срочный период действия 10 лет. Коллеги что говорят? Давайте мы за этот период будем распространять льготы. Так я понимаю, это предложение. Хотя не очень поддерживаем. Нет, не только, Антон. Там и речь идет о понижении НДС. Это следующий вопрос. Сейчас, можно, Владимир Владимирович, я прокомментирую. Речь идет о чем? О том, что в период 10 лет действуют льготные ставки. Коллеги говорят, если за период 10 лет, давайте там распространим действия этой льготы. Но на наш взгляд, смысл ТАССР заключается в том, что мы завлекаем, наоборот, новых инвесторов в этот период. Мы объявляем, что образуется ТАССР, привлекаем туда инвесторов, создаем льготный режим. А потом, речь идет о гостиницах, в первую очередь, когда мы говорим о туристических вложениях. Гостиницы, как правило, три года строятся. Наверное, не больше. Поэтому вполне возможно успеть и получить льготы на период стройки, и на период ее эксплуатации. Поэтому мне казалось бы, что сейчас менять вообще всю конструкцию ТАССР с точки зрения преференциальных режимов, как-то преждевременно. И что касается НДСа, снижение НДСа по туристической отрасли мы в правительстве рассматривали. Есть свои плюсы и минусы. Для бюджета мы оценивали порядка 20-30 миллиардов рублей недостающих доходов. Но дело не в этом. Правительство где-то полгода назад рассматривало эту тему. Не поддержали мы, не поддержали. Хотя, как нам что говорят, коллеги? На период, может быть, срочный, на период, когда нам нужно построить туристические кластеры, туристические комплексы, можно было бы предоставить преференциальные режимы. Мы готовы еще раз вернуться. Хотя до этого позиция была отрицательная. Готовы рассмотреть, еще раз сказать, все плюсы и минусы. Сергей Игоревич, по первой части ваших предложений есть какие-то комментарии? Я бы только прокомментировал про 10 лет и единый социальный налог. На самом деле нам на период строительства эта льгота не нужна. У нас подрядчики, этот налог у нас почти нулевой. И мы входим, в общем-то, в стройку и развиваем, когда большой проект, то, к сожалению, это 5 лет. То есть, получается, из заявленных государством 10 лет мы можем пользоваться этим механизмом только 5 лет. Ну, собственно говоря, к сожалению, это все. Да, я понял. Но давайте это рассмотрим все-таки с учетом вот этой практики. Это же Антон, это же легко проверяется, сколько они строят. Это же понятно. Надо просто посмотреть реалии, которые в жизни складывают. И посмотреть на то, что бизнес получает от государства. Мы заявляем 10, а на самом деле, как он говорит, как Вадим говорит, 5. Мы же не собираемся здесь пузырину давать. Мы хотим, чтобы все, что мы говорим, реально работало в реальной экономике. И тогда будет реальный эффект от этого. Давайте вернемся. Мы обязательно посмотрим, Сергей Ильич, посмотрим обязательно на ваши предложения. Их еще раз проанализируем. Есть еще что-то? Два слова. Мы по крупнейшим проектам, Владимир Владимирович, отдельными решениями продлеваем. Потому что там период строительства часто бывает просто дольше, чем период льгот. То есть он становится резидентом, ему начали льготы, он строит 10. Ну, а он не пользуется ими. Так точно. Тут единственный для нас вопрос, единственная проблема администрирования. Потому что так нам легко подписали соглашение, и пошла арсечка. А здесь нам надо по запуску производства. Вот это единственное, что надо вместе смотреть. Но, с другой стороны, нужно обязательно стимулировать, чтобы это не были долгострои. Понимаете, здесь тоже вопрос. Ну, правда, в долгостроях-то бизнес частный не заинтересован. Но давайте посмотрим со всех сторон эту проблему. Хорошо. Спасибо большое. Аушев, пожалуйста. Тагир Абдул-Хамидович. Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю результат работы сессии, посвященную развитию IT-отрасли на Дальнем Востоке. Ну, мы, естественно, все понимаем важность этой отрасли и насколько бурно она развивается во всем мире. Но, вот, в рамках подготовки к сессии, должен сказать, что на Дальнем Востоке эта отрасль представлена весьма и весьма достойно. Более 200 компаний зарегистрированы и действуют в округе. Причем, три из них – это компании с доходностью больше 1 миллиарда рублей. Две в республике Саха-Якутия, одна в Приморском крае. Ну, вообще, российские программисты – это уже такой бренд в мире. И, там, стратегически это большое преимущество для страны. Но мир тоже развивается, и нам очень важно, чтобы наше преимущество не утратить, а, наоборот, его нарастить, это лидерство. Соответственно, те предложения, которые были сделаны, они посвящены созданию условий конкурентных на мировой арене для наших проектов айтишных. И начать хотелось бы вот с каких. Первое – это образование. Айти-образование сейчас в мире начинается с очень ранних стадий. В Китае азы программирования начинаются уже с детского сада. Предлагаем запустить обширную программу, которая бы охватывала все возрастные категории, начиная с детского сада, школы, переподготовки, повышение квалификации, ну и все остальное. Соответственно, это дало бы столь необходимый ресурс кадровый для отрасли, о котором говорили практически все участники. Не хватает айти-специалистов. Второе – это, соответственно, дальнейшее развитие этих проектов. Созданный, по вашему указу, инновационный научно-технологический центр и НТС «Русский» позволит развивать и айти-компании, и создавать новые единороги, о которых я рассказывал раньше. Но если в мире единорогами считается компания от 1 миллиарда долларов, то в рамках нынешнего НТС льготы предоставляются только компаниям с доходностью до 1 миллиарда рублей. Есть предложение повысить этот порог до 10 миллиардов рублей, чтобы, опять-таки, немного конкурентоспособность наших проектов поднять. Ну и такой важный опыт, как создание НТС, расширить на другие регионы Дальневосточного федерального округа. Особенно с пандемией сейчас очень сильно все онлайн-технологии начали развиваться. И во всем мире, ну не во всем мире, в отдельных странах, наиболее прогрессивных, есть такая система, как онлайн-регистрация компаний и открытие банковских счетов. Вот предлагаем для резидентов и НТС такую же меру ввести. Это сильно бы облегчило, особенно для начинающих стартаперов, молодых команд, вход в этот бизнес. Для симуляции притока частных инвестиций, особенно на самых ранних стадиях, это вот так называемые бизнес-ангелы, предлагаем стимулировать их за счет 50% учета НДФЛ, который платят эти инвесторы в качестве инвестиций. То есть использовать НДФЛ в инвестициях этих бизнес-ангелов. Ну и со своей стороны надо отметить, что бизнес также отреагировал на, с одной стороны, создаваемые условия в регионе, а, с другой стороны, потребность региона в инвестициях. И в рамках сессии было объявлено о том, что группа Интерос Владимира Потанина по предложению Юрия Петровича Трутнева создает венчурный фонд «Восход». Объем фонда будет 10 миллиардов рублей, инвестиции в течение пяти лет. Причем первые будут сделаны уже в этом году. Здесь, опять-таки, надо отметить, что это не просто бизнес-инвестиции будут, а это будут так называемые «смарт-мани», когда инвестор погружается глубоко в высокотехнологичный проект и фактически является не донором или источником денег, а еще и партнером и стратегическим партнером этого проекта. Моя уверенность базируется, наверное, здесь и на личном опыте, поскольку в начале года мы вместе с Интеросом создали лабораторию для Нобелевского лауреата, в России, размером 500 миллионов рублей. Так что последние новости говорят о том, что те усилия, которые делает государство в регионе, они получают хороший отклик со стороны бизнеса. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Что касается образования, то хорошо известно, вы работаете в одном из престижных московских институтов, знаете, что не только в вузах, но и в школах стараемся развивать это направление айтишное. Специальные курсы даже для школьников сейчас внедряются где-то, правда, это, по-моему, с восьмого класса. Но в целом попросил бы высказаться по вашим предложениям опять Дмитрий Николаевич Тернышенко. Пожалуйста. Да, уважаемый Владимир Владимирович, я курю, посмотрите, у нас очень эффективный был первый пакет мер поддержки айти-отрасли, о чём уважаемый Шагира Бухамидович тоже сказал, который вызвал, в принципе, взрывной рост айти-компании. Буквально вчера у нас было совещание с лидерами «Единой России», где инициативы, которые предложены были «Единой России», рассмотренные всей айти-индустрией, были поддержаны, сформированы и доложены председателю правительства. И буквально в понедельник они уже будут вынесены на правительство. Мы там с Турчаком, Шмелёвой, Проценко обсуждали там все новые меры, там, в том числе и телемедицина, и получение социально значимых объектов по всем поручениям, которые выдавали. Что касается образования, как составляющей очень важной части, здесь, опять же, это в рамках инициатив, которые поддержала «Единой России», о них в съезде тоже говорилось, Минцифры совместно с бизнесом включили в стратегию социально-экономического развития России проект, который позволит талантливым школьникам с 8-го, как вы правильно сказали, до 11-го класса пройти дополнительный двухлетний, он будет курс обучения, IT-профессия. Там в основном, конечно, языки программирования, но что важно, что обучение будут проводить топовые организации страны, типа алгоритмика, металлогия, в формате доп. образования, они как раз будут помогать ребятам сформировать интерес к программированию, к IT-специальностям, они тогда чаще будут выбирать информатику при сдаче ЕГЭ, в свою очередь это увеличит уровень знаний, там средний балл, возможность поступать. В общем, на это у нас уже заложено в федеральном бюджете почти 9 миллиардов рублей, который позволит подготовить 1,2 миллиона школьников. Уже в 2022 году первые 100 тысяч школьников получат такую возможность. Теперь второе. С июля этого года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» у нас стартовал очень важный проект, который называется «Цифровые культуры», когда любой гражданин России может получить IT-образование от наших ведущих флагманских компаний. Там и «Яндекс.Практику», и «Сбир.Университет», или «Университет Иннополис», или вот тоже «Интерос», о чем Тагира Блухамедович сказал. А государство возмещает 50% стоимости такого обучения. Мера уже заработала, и у нас на нее 8,2 миллиарда в федеральном бюджете заложено. Их 630 тысяч обучающихся тоже пройдут такое обучение по нашим расчетам. Сейчас в каталоге проекта более 35 различных программ. Они постоянно пополняются. Эта программа представляет очень известные такие бренды, как «Гикбрейнс», «Скиллфактори», или «Скайэнк», «1С-образование», ну и, конечно, наши все университеты. Финансовый университет, «Бауманг», «Плеханово» и другие. И в этом году мы уже успеем примерно 5 тысяч человек, чтобы они прошли обучение. Уже 4 тысячи человек подали заявки. То есть мы понимаем, что темпы соответствуют нашим расчетам. То есть в целом на это направление образования, о чем Тагира Блухамедович сказал, у нас предусмотрено 17 миллиардов рублей в федеральном бюджете. Так что все поддержим. По НТЦ тоже инициативы поддерживаем, конечно, считаем, это мера правильная. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас время поджимает с учетом следующих мероприятий, в которых я должен принять участие. Осталось два выступающих. Это Лебаренков Валерий Игоревич и Березкин Григорий Викторович. Первая тема – это передача земельных участков для комплексной застройки территории опережающего развития. И вторая – дорожная карта по реализации проектов по нефтегазопереработке. Тема я обозначил. Я сразу хотел бы спросить у Виталия Ивановича Мутко и у Новака Александра Валентиновича. Вы знакомы наверняка с предложениями, которые коллеги сделали. Очень коротко, буквально два слова. С чем Вы согласны, а что считаете нужно дополнительно проработать? Виталий Иванович. Владимир Иванович, добрый день. В целом мы совсем согласны. Механизм такой передачи есть. Вы знаете, создана Государственная правительственная комиссия, 161-м законом. Все неэффективно используемые земли, они передаются. Или введение региона, или введение Института развития Дом.РФ для вовлечения в комплексное освоение территории. Мы эту работу будем продолжать, исходя из того, что появились и новые механизмы. Это новые законы КРТ, дающие возможность более эффективно использовать земли. Единственное, надо сказать о том, на сегодняшний день уже на 5 миллионов квадратных метров регионам земли переданы. Просто их надо осваивать, осваивать и осваивать. И мы готовы еще где-то на 980 тысяч гектаров тоже такие земли готовить. Поэтому здесь мы едины, мы работаем по всем совместным программам. Валерий Игоревич, Вам известна, наверное, позиция правительства? В данном случае компания ДОМАР. Совершенно верно, Владимир Владимирович. Но сразу хочу сказать, что модерацию мы ввели в целом по жилищному строительству. И кроме вопросов передачи земельных участков, о которых мы, Святой Леонидовичем, обсуждаем и находим общее решение, есть еще несколько предложений. Если позволите, я очень быстро их скажу. Ну совсем, потому что там неудобно, с участием глав государства, следующее мероприятие. Тогда я скажу только то, что очень острое. Хотелось бы, чтобы ту программу, которую мы сейчас с командой Хуснулина по аварийному жилью разработали, чтобы она как можно быстрее вошла в действие. И вы сказали о том, что выделено 45 миллиардов в будущем году на аварийную жилью программу. Хочу сказать, что мы завершили эту работу в основном в прошлом году. И уже в этом году 90 тысяч квадратных метров жилья построили уже по новой программе. А деньги еще не выделены. У меня будет просьба поддержать 4,6 миллиарда. В этом году мы уже построили 90 тысяч квадратных метров жилья по новой программе. Но чтобы можно было уже с этого года стартовать. И, кроме того, пилотный проект, конечно, будет полезен для всех участников этого проекта. Это из самого острова. Но были еще другие интересные предложения. Если будет возможность, мы сообщим вам. А вы передайте. Вы нам передайте просто. Передайте. Оформите, пожалуйста, и передайте. Это очень важный вопрос. Очень важное направление нашей работы совместной. Поэтому обязательно оформите и передайте мне. Ладно? И, пожалуйста, Новак Александр Валентинович по поводу предложений. Григория Викторовича Березгина. Владимир Владимирович, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Мы с Григорием Викторовичем обсуждали результаты той сессии, которая была в рамках развития нефтегазохимии. Речь идет действительно о поддержке проектов на Дальнем Востоке. Я напомню, что по вашему поручению в целом у нас созданы налоговые стимулы по обратному акцизу на ЭТАН, СУГИ для развития нефтегазохимической промышленности. Коллеги предлагают, чтобы мы расширили такой инструмент, как подписание и распоряжение правительства дорожных карт в целях поддержки крупных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Мы в целом поддерживаем, поскольку такой инструмент себя зарекомендовал эффективно, например, при реализации завода по сжижению природного газа Ямал-СПГ. Тогда по вашему поручению у нас было выпущено распоряжение правительства. Это позволит нам скоординировать действия федеральных органов исполнительной власти, компаний, помочь в реализации проекта. Поэтому мы не возражаем. Есть также предложение по продлению срока возмещения затрат на инфраструктуру в рамках СЗПК с текущих 5 лет до 15 лет. Здесь проблема в том, Владимир Владимирович, что некоторые проекты реализуются в ТОРах, в территориях опережающего развития, где льготные ставки налогообложения. И поэтому затраты на инфраструктуру фактически не из чего в короткие сроки возмещать. Мы проработаем с Андреевичем Белоусом и с Минфином этот вопрос, поскольку сейчас законодательство только на 5 лет дает возможность возмещать инфраструктуру. Может быть действительно целесообразно этот период расширить. Также есть просьба восстановить техусловия на подключение к силе Сибири со стороны Газпрома для реализации метанольного проекта на территории Дальнего Востока. Мы тоже готовы этот вопрос проработать и доложить вам по результатам. В целом вот те предложения, которые должны были быть озвучены. Спасибо. Да, Григорьевич, вы слышали, согласны с этим, готовы с этим работать? Да, конечно. Я единственное хотел добавить то, что вам возможно будет интересно, о чем вы еще не знаете, и на следующем мероприятии возможно пригодится. Дело в том, что сейчас вы будете участвовать в подписании соглашения создания консорциума между двумя японскими компаниями, Морубини и Митсуэ, нами, и двумя российскими банками, ВЭБом и ВТБ. Это касается того, что мы все долго говорили о том, как нам не только жить, научиться, но и зарабатывать в новом экологическом мире. И именно рост вот таких возможностей, и этот тренд только начинается. Сегодня крупнейшие судовые операторы переходят от неэкологичного топлива на основании нефти и нефтепродуктов в более экологичный топливометанол. С самого начала. И мировые операторы сегодня только начали заказывать соответствующие суда. Цель нашего соглашения – это первый подход к снаряду для того, чтобы такой проект реализовать в России, строить суда на российских вертвях, используемых в качестве топлива метанола, не только для российского судоходства Северного морского пути, но и, конечно, для международного использования. И результатом будет, конечно, синхронизация этих планов с возможностями российских верфей. И по результатам мы вам доложим, этот создаст новую нишу для использования российского метанола, где мы, конечно, жестко, но с учетом объемов роста, конкурируем не с друг с другом, а только с международными компаниями. И это создаст примерно 5 тысяч новых рабочих мест и порядка 150 миллиардов инвестиций в российскую экономику. Вот это то, что я хотел добавить. Спасибо. Спасибо. Продвигать наши интересы в сфере судостроения достаточно сложно, потому что конкуренция там очень большая, и поддержка со стороны государства судостроительной отрасли, в том числе в странах региона, где мы находимся, она и прямая, и скрытая, и тоже очень большая. Но делать это нужно. Мы и делаем это, и если ваши проекты будут находиться в строе этих наших общих усилий, это только может порадовать. Я хочу всех поблагодарить за работу, которая уже сделана, и за разговор, который сейчас состоялся. Он очень полезен, на мой взгляд, с точки зрения принятия необходимых решений для развития региона, ну и для вообще развития российской экономики. Я не отреагировал только на одно предложение Троценко Романа Викторовича о привлечении строительных мощностей в Министерство обороны для развития восточного полигона. Хочу вас проинформировать, что строительные мощности Минобороны будут использованы. Более того, Минобороны приступил уже к этой работе. Всем ещё раз большое спасибо. Надеюсь, мы продолжим совместную работу сейчас на сессии. Благодарю вас.